Всем здравствуйте. Утро сегодня, не помню какое число. Холодно. Едем с Вороном. Смотрим границу выгоревшего. Наткнулись на рог, уже проехал. Назад повернулся, смотрю рог. Хороший такой рог, по сравнению с предыдущими, которые я находил, этот прям, прям рог-рог. О, блин, классный, прям самому нравится. Еще вроде как, в общем-то, глухарины нашел, не знаю, в последний момент тоже глухаря увидел, а вон еще вроде рог. Глухарь ходил, причем, как мне показалось, короче, там куриц 5 было. Вот еще оказывается рожок, тут прямо рог на роге. Куда мы их только будем складывать, то у нас с собой только вот маленькая сумочка. Какой-то автотранспорт загорел. В общем, петух ходил. Сначала думал, кабаны мельтешат маленькие. Смотрю, глухарь ходит, хвост распушил. И, в общем, только остановился, и они как все полетят, полетят. Вот так вот, потом как-нибудь попробую приехать еще. Глухаря, интересно, ни разу на такую не был. Что, ворон, поехали-то еще тут пошаримся. Вдруг тут одни рога. Норка плывет. Наверно за утками охотилась. Ворон заметила. Проехали с ворон километров двадцать. Видели, наверное, косуль семь десяток точно мы не не наглядели. Два рогача, всего ли три. Все ушли, пока еще не возвращаются. Трава слабо, растет холодно. Ну, отчего до минус пяти, наверное, семи заморозки. Сейчас ко мне может подойдет. Их убежала, услышала меня. Сюда фокусировка у меня у камеры, кажется, накрывается. Не может никак переключиться. Вот так вот. В общем, приехал я домой. Вот сегодняшний рожек получается вот такой. Вот такой вот я находил после пожара. Это тоже сегодняшний. И этот я тоже находил после пожара. А если эту сравнивать. Блин, тут почти скулак с ладошку. А эти вообще вон нарочные. Маленькие. Это так вообще, как у козла. Вот так вот. Всем здравствуйте. Поехали с вороном выгулить яру. Не стали сегодня пробовать что-то на веревку. Одевать получится. Поймать ее потом не получится, непонятно. Но пока-то она с нами бежит с деревни. Увязалась тоже кобыла местная. Сейчас вроде развернулась. Ко второй лошади вернулась. Это все пить хочет. Глубину не видит, не знает. Боится подходить к воде. Сейчас тронет там с головой. А мы пока едем в противоположную сторону. Ну, в общем, от того места, где до этого катались. Поедем, поглядим. Дальний солонец он тоже выгорел. Ну что, там дела обстоят. Ербочка цветет. Сегодня холодно. Пчелы из деревни до сюда не долетают еще, видимо. Есть где ближе. Скоро тут все зацветет. Эта дура... Эй, шо! Легается, подбегает. Ну, ладно. Поехали мы. Вот у нас Яра. Тоже, оказывается, все-таки взмокла. Похудела здорово. Ворон тоже мокрехонький. Тренируем выносливость. У Ворона то ее достаточно. Яре мы тренируем. Ездим далеко. Разными направлениями домой. Чтобы... В надежде на то, что когда-то вдруг оторвется у меня в лесу, она все-таки бежала в сторону дома. Хоть маленькая надежда, но на это будет. А не куда-то. Раз она не местная у нас. Так что вот так вот. Все выгоревше. Едем на дальние края. На круг выйдет у нас где-то в районе 45 километров. По вот таким местам еще, где рысью, где шагом. Все открытые места бегом преодолеваем. Это полезнее, мне кажется, чем просто время тратить шагом ездить. Смотрим, где теперь какие тропы. Галочки ставим для будущих солонцов. Уже два места я приглядел новых. Сейчас еще перспективное лосинное место проверим. Все равно они сюда вернутся. Если что, потом в ближайшее время соль завезем. Пусть будет. Вот так вот. Ой, дуреха. Опять скупалась. Сначала помылась. Потом повалялась. Да, Яра? Да, это сниму какая-то красивая. Крутится кругами тоже вокруг нас. Ворон тоже хотел, глядя на Яру, сразу влечь. Он так со мной один раз сделал. В первые выезды. Только в воду. Яра, говорит, купается. Я хочу. Бах! Прям на бок сразу. Пришлось его ругать. Едем, едем. Косуля не вернулась еще. Может и не вернется. О, косточка. Вон там вот косточка. Вон косточка. Рога никакие мы не нашли. Хотя вот тут вот, судя по лесу, ось любит ходить. Вон чей-то свежий помет, помет. Эти деревинные. Но мы двигаемся, двигаемся. Вот сейчас на тропу выйдем и поедем по тропе. Животные по ней ходят. Дальше. Яра, яра, яра. Яра, яра, яра. Ох, 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 молодец. Ну и ты молодец. Да, и ты молодец. Ну, 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 ну. Стоять. Вот такая находка у меня тут была. Старый рог, потрескавшийся с муравьями. а вон там подкормочная площадка бывшая старая там должна с левой стороны поляны вышка быть уронена она поди уже сгорела пожаром деревянная была сейчас заедем поглядим и поедем дальше до лошади вышка сгорела ничего от нее тут не осталось одна лесенка кусочек и все там еще у них солонец был сделан из поля не по моему еще и завозят туда должны по крайней мере завозить так что сейчас проедем и там глянем ходит туда лось или не ходит вот так вот тут и тут купалка у кабанов было все еще есть весной даже наверно заходил кабанчик сюда поглядим мы сейчас все найдем что не спрятано мы все найдем кто видео все давно на канале подписан смотрел тут обычно сено выкладывается и соль сено теперь тут нет но подходить после пожара животные подходили о рог пассивный одна кормушка выгорела труд ворон не так быстро яра до сторонка сейчас львнется ну-ка и обратно меня кадры кадры делаем вот ходит вот сюда даже наверно валялся что ли тут или копытами бил трава то что это горелая перебита вот таки дела поедем мы дальше уже проехали мы больше двадцатки километров кругом домой нам еще видимо больше то что планов у нас что-то добавляется еще покататься охота вот такие дела видео наверно с десяток косуль одного близко рогача думал остановится но он бегом-бегом убежал может еще чего и заснимем у меня дома по моему есть почти похоже вот я недавно нашел сейчас пока с коня слазил еще один нашел вот такой вот вот так вот вот так вот ну и хорошо значит мы еще найдем хорошо в общем что с этого места и фото ловушку от солнца увез тут похоже совсем тоже бы все печально было движемся вдоль троп ветер вот так вот маленько боковой ведь это мне кажется каким-то дохликом где-то попахнуло сейчас мы маленько покрутимся если рядом наткнемся не показалось ворон найдет это место как собака все чует хорошо тропы 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 все в тропах во все стороны тропы да яра тоже и не пахнет вот так вроде пахнуло и нету но поглядим какой здоровенький козлик размеров рога плохо вижу какие как-то настороживался стал сам здоровенный может лошадей слыхал пробую еще чуть-чуть выйти в общем не получилось оказывается слева еще стояли уже на меня смотрели они побежали он за ними ну хожу ваши козлик я скажу хорош так вроде смотрится три отростка сбоку ее козочка вроде на солнце жарко сейчас парит еще и сзади меня оказывается есть в этом месте поинтересней все побежал вон в общем саванец мой столбик вот есть тут осиный след уже после пожара ну в общем что я скажу была бы фото ловушка нифига бы тут вообще бы ей шансов никаких не было тут горело еще шибче чем у той тут как раз получается вот так вот на встречу с кустов пожар шел и у меня за тут по краю она бы стояла вот так вот солонец соль кончилась она будет завести когда-то сюда все равно животины придет появится вот так вот но ось приходил после пожара это хорошо значит где-то будет блыкаться здесь потом притянутся все остальные ну а мы едем дальше успеваю там где-то в общем козлик на краю поля шел сейчас лес заходит не тот в эту проушинку должен вроде был бы мелькнуть тоже вроде задоржовый но меньше того меньше а вот здоровее бог вот козел тоже плохо видно примерно там же не первый во первых прошлый позапрошлый год я снимал с четырьмя отростками плохо вижу что за рога далеко стоит на нас смотрит но высокие возможно даже он слева козочка наверно еще от него ну покрути головой то куда-нибудь ну ладно поедем дальше ближе все равно к нему уже не подъехать не подойти был здесь недавно весной уже наверно когда откипели были видео снимал подъезжал ворон у меня вот этот вот стоял сенок кушал этот наезд не выстоял он тот выстоял но некоторые у него там столбики в воздухе сгорели вот таки дела тут сена еще старая вон сколько слоев тут более-менее свежий тюк был сгорел 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 наезд шифер лопался стрелял было тут видимо громко вот так вот тут мы строили его строили а он раз и сгорел кормушка еще стояла под соль тоже нету яра пошла в разведку сейчас тот подойду погляжу камера что-то вообще плохо фокусироваться стала в общем вот он там на весу не может никак настроиться вот так вот сена нет сена съедена огнем здесь нам повезло с находочкой вот такого рожка такой мы рожек заберем вот так вот в общем все выглядит восстанавливаться я думаю явно уже не будет ну и соль короче сыпать теперь некуда она же будет мимо мимо сыпаться тик тик а куда у нас дела вон яра не видно поедем дальше ворон кушать хочется для яры то этого новинку животина да яра в общем штук шесть козликов ходит разные вот там прямо ну похоже все сигалетки что-то еще там идет тоже такой неинтересный один вот их неплохо видно отсвечивает мне солнцем у этого вроде рожки были какие-то там видны маленький но он тоже сам маленький в общем три семейки тут их на поле сильно разно в долине кормятся кушают рогачей я не разглядел ну вот у этого но это тоже не серьезные рога мы едем дальше тогда там на дальнем крае еще идут козлики там совсем далеко до них вот так вот там километра на полтора до них до дальних но около два два один два шесть два два три два два три